Всем привет! Хочу показать вам немножко Риги. Хороший городок, приятный, но одновременно хочу почитать немножко стихотворений о городе Рига. Ну вот первое, записал его Вартанов Эдуард. Всем давным-давно известно Рига, маленький Париж. Город это интересный, от фундаментов до крыш рижанок, горожанок. Нет красивее нигде, ни в Варшаве, ни в Париже, ни на утренней звезде. Красивое стихотворение, действительно симпатичные рижанки, очень интересные девушки. Вот стихотворение господина Шварца. Утром радуют рыбы и радужные, рынок рижские рыбаки. Рига моря открыта, как ракушка, узким устьем своей реки. Симпатичная. Следующее. Давно я не был в стройной Риге, у Деугавы на берегу, но в сердце у себя и в книге о вас я память берегу. Из песен вашего народа я столько радости и слез, как золотые капли меда с собой я несколько увез. Пересказал я песни эти, и склад, и лад их сохранив, чтобы и в нас читали дети про серебро рыбачьи сети и золото латвийских ниф. Это написал Самойл Маршак. Следующее. Стихотворение. Здесь, в старинной Риге, в тихий день ненасти, кротко я встречаю маленькие миги маленького счастья. Дом черноголовых смотрит так любовно, словно рад он маю, двух любить готовых. Ободряет, словно под дождем так ярко, зеленеет липкий зеленью весенней. Ах, деревья парки нам дарят улыбки. Ветерка морского нежит легкий холод. Тайно сходят тени. Или влюблен я снова, или я снова молод. Творение. Валерия Брюсова. Следующее. Полуденный зно убегает в подвалы. С мансарда сползает задумчивый вечер. И дворики Риги красы небывалой. А вид узких улиц почти безупречен. За каждые ставни загадки таятся. И мы околдованы шармом старинным. У двери в кафе благороднейший рыцарь. Войти приглашая склоняется чинно. Увид и плющем в старой башени секреты. А Этерд над ратушей флаги колышет. И мерный скрип флюгера слышится где-то. И спины коты выгибают на крыше. Нас кофе в волшебных пленит ароматом. На белом фарфоре янтарные блики. И солнце садя заливает закатом старинные башни таинственной Риги. Написала Елена Груцкая. Такая плохая погода. И брызги, и слякоти, и грязь несется в тумане машина. Идет ее, дед не боясь. Унилые идут пешеходы. В домах зажигает. Уж свет. Мы милости ждем у природы, Чтоб света пробился к нам вслед Туманом окутанной Риги. Мосты и главы церквей. А были они ведь недавно Летнего солнца светлее. Все исчезает, как в дымке, Словно мы в мире ином. Небо, как будто накрыто Серым тресерным крылом. Ситварьи написала Алина Колодная. В который раз по старой Риге я бреду, Закинув голову, любуюсь петушками, Они, как часовые, на своем посту, В мундиры золотых над Ригами веками. Гуляя по старинным лучкам кривым, Архитектура зданий, зор мой, поражает. Здесь каждый двор и каждый дом неповторим, И мое сердце от восторга замирает. Ступаю дальше по брусчатке мостовой, Собор Петра, поодаль знаменитый Домский. Там, за кирпичной и древней стеной, Орган звучит, взымая книгом для лоска. Звучит то жалобно, вздыхая обылом, То с торжеством поет ким старой милой Риге. Кажется, собор наполнил волшебством, На окнах и витражах мелькают тени, лики. От Домского мой путь лежит на пастион, Его народ обычно горкой называют. Зеленый склон, каналом рижским окружен, К себе туристов и влюбленных привлекает. Тут отдохнув немного, в тихом уголке, Я отвлекусь от мыслей тягостных терзаний, И вновь признаюсь с радостью сама себе, День города прекрасней, для меня желанней. Какой красивый створень написала Зиборова Татьяна. За домом дом, как скал гряда, Твое окно на скотком льда. Такие взрослые столетия Играют в камушки, как дети. Играют, играют, играют тут, Покуда Ригу не возведут. Рига, Рига, скалы строений, Но не скудеет горное племя. В воздухе города, сбросив в Риге, Останешься в абрегенном Риге. Тебя зеленый мел холмов из Риги Выписать не смог. Вот перевод Гондельмана, Оттетворение Яниса Рокпельница. Еще одно стетворение. А я опять вернусь в сказки Риги, По улицам ее прощаюсь с тобой. Приятен облик площадей старинных, Мне этот город стал почти родной. Тут утопают зеленые кафешки И узких улиц ласковых приют. А по брусчаткам мы идем без спешки. Все красоты нас сегодня ждут. Там на фасадах, примастившись сверху, Все ангелочки руки тянут к нам. А запах кофе сладостной терпки Зайти зовет в свой ласковый сезон. Вот площадей уютные просторы, И старых башен строгий колорит. А у ворот амбарные засовы Так украшают древних улиц вид. Среди домов цветистые картины, Наверное, их художник рисовал. На узких, милых улочках старинных Он для туристов сказку создавал. Мы на скамейке отдохнуть присядем, Торжественные органы слышим звук. Он к нам с небес божественно слетает, И так волшебно наш ласкает слух. Уютные горы, сладкая конфетка, Ты так красив в сиянии старины. И мы сюда вернемся непримерно, Чтоб снова тайны все узнать твои. Это стихотворение Татьяны Кужельной. Следующее стихотворение. Мой город прекрасный, далек недоступен, И с ним я не виделась тысячи лет. Сегодня мы встретились, сделаю стулку. Скорее улыбнись и скажи мне привет, И снова до дна я в тебя погружаюсь, Смотрю и все время пытаюсь понять, Ты тот же остался или я заблуждаюсь. Сегодня тебя нелегко мне узнать. Знакомых домов изменилось обличье, Заброски фасадом их с трудом нахожу. Легко заблудиться тебе с непривычки, Но я все надеюсь, хожу и хожу. Часть жизни моей в твоей жизни осталась. Я помню тебя, остальное вранье. Жаль слиться с тобой, так и не удалось. Над городом милым кружит вранье. Пора уходить с тобой, расставаясь. Почувствовать в теле волнение дрожь, По улицам детства пройти, сознавая. То время, то время уже никогда не вернешь. Алла Якимова Рига – ожившая сказка, Странных домов теснота, Улочек узких развязка, Башенный крыш высота, Шпили в тумане рассвета, Стая ручных голубей, Песни и лиги, И лето, и красота площадей. У кошки на крыше забота, Смотрят с тревогой вниз. Голуби после полета Топчет железный карниз, И лабиринты конвента, У шведских старинных ворот, Да у гавы серая лента. Все меня манит, зовет. Может, во сне это вижу, Все лишь туманный обман. Нет, я отчетливо слышу музыку, Домский орган. Мудрого баха, звучание, Льется ночное тишине, Ниточки воспоминания. Снова вернулись ко мне. Ромашкина, Коршунова, Валентина. Ну и последний створение. Шведский камень, Тягучая речь, Запах моря, Берег реки, А по имени страшно на речь, Все равно, что закалятья тоски. Оживить лишь озвучишь гортань, Голос чаяк, Брезгливо гортан, Филипица старинных домов, Как чипцы у почтения шиводов, От костела к реке фонари, Зажженные, но один не горит, И блестят следы от колес, Томный город, Знакомый до слез. Вот это написала Рижанка И Елена Катишонок, Она эмигрировала в США. Ну вот, все, что я вам хотел почитать О Риге. Посмотрите, Если досмотрите до конца То, что я снимал о Риге, Что и удивительно, Что очень много русских поэтов Пишут о Риге. Честно говоря, Рига-то в общем она и русская. Я думаю, что русский это уже Факт в Риге. Но не будем о политике, Если это политика, конечно. Вот такое путешествие по Риге, Под стихотворением О этом хорошем городе. Все, все, пока, Всем привет, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин